Встретимся в суде снова. Так противники первого антииммиграционного указа президента США отреагировали на появление второго. Накануне Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий введение временного запрета на въезд на американскую территорию граждан шести стран, кроме Ирака. А также приостановил на 120 дней реализацию программы по размещению беженцев. Сторонники указа убеждены, что он продиктован здравым смыслом. Говорит сенатор республиканин. Президент прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность американцев. Мы знаем, что в перечисленных шести государствах, оставшихся под запретом, власти не способны должным образом контролировать тех, кто хочет покинуть страну. Поэтому нам необходимо время, возможно 120 дней, чтобы убедиться, что с нашей стороны сделано все, чтобы помешать этим людям проникнуть к нам. Критики нового указа убеждены, что им не составит труда доказать плохо замаскированный дискриминационный в отношении мусульман характер нового документа. Как только стало известно о его подписании, десятки юристов-добровольцев устремились в международные аэропорты, чтобы помочь тем, кто нуждается в Совете. Для меня главный вопрос заключается в том, что мишенью нового указа снова становятся невинные люди, не имеющие отношения к терроризму и не представляющие угрозы. Зато он наносит ущерб людям в повседневной жизни, всем тем, кто имеет законные основания на въезд в США. Говорит этот доброволец, работающий в аэропорту Чикаго. В понедельник вечером несколько десятков человек собрались перед Белым домом, чтобы выразить протест против нового антимиграционного указа. Обеспокоенность в связи с приостановкой программы по размещению мигрантов выразили и в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.